МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если случится в разговоре упомянуть знакомого бондаря, то собеседник непременно спросит, нельзя ли заказать ему бочечку или кадушку. Кстати, между бочкой и кадушкой сегодня различий практически не делают. Бочкой называют кадушку или наоборот. Между тем эти два вида бондарной посуды отличают друг от друга так же четко, как ведро от чайника. Стоит ли говорить, что не только в городе, но и в современной деревне уже путают названия, не имея представления о всем многообразии бондарной посуды, без которой нельзя было обойтись еще в недалеком прошлом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня трудно найти подворье, в котором бы не было хотя бы одной бочки. Правда, есть железная, есть пластика, а вот такая вот аутентичная дубовая деревянная бочка в хозяйствах большая редкость. Хотя еще лет 10-15 назад достаточно часто встречались. И сегодня мы с вами встретимся с одним известным умельцем из Хотимска Александром Мешковым, который и покажет нам, как же, собственно, развивается и получается настоящая дубовая бочка. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Научите? Научу, будем проводить. Где и когда появилась бондарная посуда, доподлинно неизвестно. Но достоверно известен тот факт, что ее предшественницей была долбленная посуда, произведенная из целого ствола дерева. Дуплистые стволы использовались для изготовления деревянной посуды. Вполне вероятно, что идею этот человек получил глядя на животных, которые в этих самых дуплах устраивали тайники и жилища. Если брать в конце 19 века, то в Хотимском районе почти у каждой деревни был свой бондарь. И бондарское ремесло было, конечно, очень развито. В настоящее время, конечно, бондарское ремесло почти что забыто. И в Беларуси остались, конечно, единицы на территории бондарей, которые занимаются именно бондарной работой. Встречались деревни, где бондарным промыслом свободное от сельскохозяйственных работ время занимались чуть ли не в каждом доме. Такое время обычно появлялось поздней осенью, зимой и ранней весной. Порой навыками бондарного ремесла овладевали даже дети. Митраша выучился у отца делать деревянную посуду, писал о таком юном бочаре в книге «Кладовая солнце» Михаил Пришвин. У него есть фуга, накладила длиной более чем в два его роста, и этим ладилом он подгоняет дощечки одну к другой, складывает и обдеживает железными или деревянными обручами. Хотя основные секреты ремесла известны каждому бочару, тем не менее, один делает добротную, красивую, другой неказистую и имеющую низкую прочность бондарную посуду. А с чего, собственно, работа начинается? Ну, начинается, конечно, вот как вы уже, наверное, догадались, перед вами стоит чурак, который мы с вами начнем раскалывать и из него получать клепки. Из этих клепок, конечно, потом сложится и наша бочка. Казалось бы, простейшая работа. Бери клинку, валду и кали себе на здоровье. Но, кроме знания приемов работы, специальными инструментами настоящий мастер должен чувствовать дерево, знать все его тончайшие свойства. У чурака есть сердцевинные лучи. Вот видите, они идут от середины, да. И вот именно наша задача по этим сердцевинным лучам и расколоть наш чурак. Итак, начинаем работу. Так, ну, не получилось, а сразу, значит, помощь, пойдет нам топор. Так, вот сейчас получилось. До второго раза. Куртку надо снять. Значит, половину, значит, на четвертинке. Так, раскололи. Древесина дуба используется в бондарном деле чаще всего. По свойствам это лучший материал. Дуб тяжело режется, но превосходно колется. Этим и отличается настоящая бочка от заводской. Все делается исключительно вручную. По науке. Чурак на половинке, половинки на четвертинке. Пожалуй, самое время закасать рукава. Левой рукой клин, правой кувалда. Совершенно правильно. Четвертинку. Так, рассоединяем. Если не получается, значит, топориком помогаем. Я правильно сделал? Да. И вот тут начинается настоящая мужская работа. Одно дело колоть чурак, совсем другое стесать с него все лишнее. С каждой клепки необходимо стесать заболонь. Это слой молодой древесины под корой и сердцевину ствола, которые в дело не идут. Только крепкая яровая древесина способна длительное время контактировать с водой. Ну, в принципе, нормально и можно переходить к следующей операции, к строганию. Ага. Переходим к строганию. Час от часу не легче. На следующем этапе нас ждал фуганок. Это, кстати, такой длинный, около метра рубанок, при помощи которого заготовка в клепку не превращается. Так, так, так. Ну, а в любом случае, вот уже как-то что-то начинает. Ну, конечно, выпрямляется, выпрямляется. Не, ну почему? При сноровке, конечно, это все гораздо быстрее делается. Впрочем, сноровка сноровкой, но живем-то в 21 веке и работать фуганком, установленным на новенькую циркулярную пилу, это слишком. Могу точно сказать, так быстрее, но необходимо быть внимательным. Во-первых, циркулярка – опасный инструмент, во-вторых, быстрый. Чуть передержал и иди за новой заготовкой. Впрочем, впереди меня ждал очередной сюрприз – новый рубанок. Для закругления нашей клепки мы можем использовать старинный инструмент, да, дедовский инструмент. Это, значит, простой рубанок. Вот. И таким образом мы строгаем с одной стороны, с другой стороны. Можно с уверенностью сказать, что многие умельцы не раз пытались сделать кадушку или бочку своими руками. Чаще всего их постигало разочарование. Как и Робинзона Круза, героя знаменитого романа Даниэля Дефон. Об этом красноречиво говорят следующие слова. Но все же были такие вещи, которые мне так и не удалось смастерить. Например, бочонки. У меня было, как я уже говорил, два или три бочонка с корабля, которые могли служить мне образцами, но сколько я не бился, у меня ничего не вышло. Хотя я потратил на эту попытку несколько недель. Я не мог ни вставить дно, ни сколотить дощечки настолько плотно, чтобы они не пропускали воды. Так я и бросил эту затею. На протяжении веков усилиями целых поколений бочаров были выработаны приемы изготовления бондарных изделий, простые инструменты и приспособления, обеспечивающие при умелом использовании необходимый успех. Все это и составляет основу так называемых секретов бондарного ремесла, знание которых так недоставало Робинзону. Мы используем шаблон. Шаблон изготавливается непосредственно уже на определенный диаметр бочки. И прилаживая шаблон, мы смотрим, сколько нам нужно закруглить нашу клетку. Ага, и боковины надо, смотрю, снимать. Да. Вот. А вот этот шаблон, это на диаметр какой бочки? Они подписаны. 36 см. Да. Вообще, очень-очень интересна сама структура древесины именно дуба. Чем она интересна? Тем, что она одновременно является и антисептиком, и консервантом для... при хранении продукта. Это ремесло, которому нужно учиться годами? Ну, как бы да. И необходимы еще и расчеты. Дело в том, что под определенный диаметр мы должны набрать определенное количество клепок. И здесь уже присутствует и формула из математики. Длина окружности С, которая равняется 2 пи-р. И согласно уже нашей будущей бочке, под определенный диаметр мы должны и рассчитать количество клепок. На одну бочку у мастера уходит в среднем до двух недель работы. Правда, подготовка начинается много ранее. Дуб – прекрасная древесина для обработки. Но чтобы сделать хорошую бочку, клепки, как хорошее вино, должны выставиться в хорошо проветриваемом, но не влажном помещении. Минимум 2 года. Вот у нас уже имеется 12 клепочек. Значит, обруч используем и вот такой вот струбцинку, такую, значит, зажимчик. Итак, начинаем. Прижимаем сначала одну клепочку струбцины. А для чего фиксировать? Ну, чтобы освободить одну хотя бы руку, потому что она нам понадобится для удержания других клепок. Итак, к ней приставляем следующую. Итак, по порядку мы набираем. Ну, вот, в принципе. Так. Дальше немножко обстучим наш обруч, чтобы клепки наши более жестко крепились друг к другу. Дальше, дальше нам понадобится винтовой зажим. Здесь винтовой зажим, значит, и с помощью винта и троса мы будем сжимать наши клепки. Итак, значит, продеваем наш трос. Я так понимаю, он тоже должен равномерно быть? Да. И крутим винт. Можно? Да. И смотрим, чтобы... Так, секундочку, да, все хорошо. Вот таким образом задавливаем. То есть усилие все-таки надо прилаживать, да? Чувствуется, что довольно серьезное усилие. Потому что дуб древесины все-таки прочный, и чтобы сжать 12 клепок, это все, надо постараться, конечно. Так, стоп, стоп. Так, вот у нас, в принципе, значит, мы почти до упора докрутили. Так. Готовые клепки стягиваются обручами, деревянными или металлическими. Деревянные обручи делаются из ветвей ели, побегов сирени и черемухи. Железные обручи применяют для придания посуде большей прочности, но раньше их ставили с большой осторожностью, поскольку железо оставляет на посуде ржавые следы. Прямо скажу, нелегко это занятие стягивать бочку таким вот тросом, достаточно утомительно. Наша задача сейчас одеть вот этот вот обруч. Вот сюда. И на очереди у нас ждут еще два обруча. Этот вот технологический обруч, который стягивает, он будет сниматься и в дальнейшем будет выглядеть все вот таким вот образом. Ну а сейчас попробуем одеть. Признаюсь, долгое время полагал, что для того, чтобы изготовить бочку или на худой конец кадушку, не нужно быть семи пядей во лбу. Мне представлялось, что дело это не такое уж сложное. Надо всего-навсего определить необходимое количество клепок, обстругать их как можно более тщательно, связать обручами и вставить донышком. Все оказалось сложнее. Без помощи Александра меня вскоре постигла бы участь Робинзона. Мало знать теорию, нужна практика. Тогда и само ремесло может подняться до уровня настоящего искусства. Восторженное отношение к мастерству настоящего бондаря выразил в своих стихах поэт Николай Иванович Рыленко. Мне нравится искусство бочера. Когда в карман, не лезущий за словом, он в зимние большие вечера скрепляет клепку обручем дубовым. Он тешит клепку дни и вечера и подгоняет обручи ночами. Нужны мне глаз и мудрость бочера, чтобы речь скреплять, как бочку обручами. Насколько бы не были модные, популярные подобные изделия, но на сегодняшний день профессия бондаря, она умирающая. И приятно видеть, когда появляются энтузиасты, которые восстанавливают подобные вещи, и у нас есть возможность приобщиться к духу предков. Деловитость, аккуратность, привычка все делать прочно и добротно. Природная смекалка. Все это может найти благодатную почву в бондарном деле. Можно не сомневаться, что из рук самодеятельного мастера с любовью, относящегося к своему делу, рано или поздно выйдут не только добротные, но и красивые вещи. Пору к этому трудолюбие и терпение. Недаром в народе говорят, к большому терпению придет умение. Александр сегодня очень много говорил о том, что бочковая продукция, бочковые огурцы, бочковая капуста наиболее вкусна благодаря именно дубильным веществам, которые содержатся в дереве. Хрустит? Как снег. Пытайтесь правильно, кушайте правильно и обязательно готовьте. И будете здоровы. Закатки на зиму в правильной дубовой посуде. Приятного вам аппетита. Все за бочками. Субтитры подогнал «Симон»